всем привет с вами ваш переводчик асылхан во первых хотел бы поблагодарить вас всех за вашу поддержку несмотря на то что наш канал потерял столько видео вы пишете в комментариях такие теплые слова что хотите наоборот заново посмотреть все эти старые видео для меня это очень много значит во вторых у нас сегодня тиан гарсия это один из лучших музыкальных блогеров если не лучший я помню как под его видео вы писали комментарии и если судить по ним то он на нашем канале лучший реакционер всем приятного просмотра всем привет меня зовут тиан гарсия и сегодня у нас реакция на димаша который споет вместе супер вокал бойс папури из песен queen вот такая была рекомендация и мне пришлось поставить картинку поверх этого видео дабы избежать проблем с авторскими правами здесь я немного объясню у тиана были проблемы с этим видео и он обрезал вот этот начальный кусок где поет димаш поэтому я его вставил ну а дальше все его слова сохранились дальше будет его реакция спасибо за просмотр! все мы знаем какое громадное влияние на музыку оказал фредди меркьюри и как приятно слышать что другие певцы все так же поют эти мелодии тем более димаш который не просто певец он это воплощение абсолютного вокального доминирования в его голосе столько всего немерено всего многие люди не совсем понимают как же это сложно петь вот так нежно еще и в живую обладать способностью извлекать эти сладкие звуки потому что на голосовые связки приходится очень много сжатия особенно это сжатие связок внутрь то время как там было вибрато и множество других элементов вокала с которыми он отлично справился давайте признаем что и мелодия сама по себе чудесная вот это здесь немного другой контроль голоса он делает большой упор на вот этот гласный звук а в этом месте сильный певец как это было прекрасно мне понравилось что первый вступил именно димаш извините но мне необходимо делать вот эти паузы чтобы не нарушать правила какие невероятные голоса какая гармония эта песня написана queen или самим фредди меркьюри в этой композиции столько гармонии и созвучия и как же приятно слушать эту музыку эту песню в исполнении других певцов идеальный вокал димаша вы слышали как димаш этот крик димаша головным голосом который без преувеличения улетел куда-то в небеса ну что это за нота мы знаем что от него можно ожидать все и вот что я имел ввиду говоря про немедленно всего в голосе здесь он больше не использует свой привычный голос он омрачает его темными красками чтобы получить такое мрачный вокальный тон чтобы придать вот эту агрессивность которую требует от него песня и даже в стиле рок димаш невероятен я не понимаю как он остается слышен даже при таком сильном крике на таких высоких нотах это же очень высокие ноты боже мой димаш этот парень точно оставит нас всех без работы просто вдумайтесь в то что вы увидели это какой-то абсурдный вокальный регистр здесь линии гармонии всех певцов звучат как у фредди и кто-то еще из них сочетает высшую точку на звуке о на октаву выше это уже становится моей любимейшей версии этой песни вот что я вам скажу боже мой ничто уже не помешает димашу ворваться в мир рока после этой песни только не это только не это остановите их тормозите их это же невообразимо сколько ярости в его пении невероятно это гармония просто сокрушающая потрясающе умереть не встать вау димаш здесь авторитет я не знаю заметили ли вы но он стоит между этими двумя парнями которые жестами выказывают ему уважение и пространство типа рахмет тебе большое что ты здесь спасибо что можешь петь все что угодно они все там вокальные монстры и димаш самый главный из них он конечно же инопланетянин остальные тоже невероятные певцы и и и как же это было все красиво просто до ужаса красиво да народ я сейчас не смогу вам дать какой то полноценный комментарий о технической составляющей этого стопроцентного вокального мастерства потому что это моя первая реакция все что я могу сказать что это впечатляюще и поразительно эта гармония убивает меня аж колошматит это невероятно нет просто не может быть послушайте это вот как так можно что это за сумасшедшая нота что происходит я только что помер и попал в рай для музыкантов это такое место это такое место куда попадают все музыканты когда покидает этот мир ох димаш ты меня так точно когда-нибудь сведешь в могилу он меня уже впечатлил вот этой нотой ну а потом что было ах 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 Остановите. К Тиану надо выйти. До этой последней ноты это уже было нечто. Но сейчас они уже уничтожили. Они полностью укокошили эту песню. Я думаю, нет лучшей версии, чем вот эта. Извините меня, я сам фанат Куин. Но вы же сами видите, что он там вытворяет. Ну конечно. Боже, спаси и сохрани. Дайте мне кислороду. Дайте мне кислороду. Иначе я реально сейчас откинусь и попаду в рай для музыкантов. Какое гармоничное завершение. Это было восхитительно. Я послушаю это еще раз. Потерпите, пожалуйста. Совершенство. Это самое чудесное, что я слышал от Димаша. И это даже не потому, что высокая нота. А из-за самого момента, когда все голоса постепенно затихают. И из-за песни, которая сама по себе грандиозна. Уау! Нет, нет, ну как такое возможно? Этого не может быть. Вот этот даже не знает, что сказать и как на это реагировать. Это прозвучало как петушиный глик или что-то вроде этого. Ну а что еще делать? Ведь это было настоящее безумство, чистое умопомешательство. Это самая лучшая папурина Куин, которая мне приходилось слышать. А я слышал их немало. И это дорогого стоит, вот так превзойти оригинал. Димаш самый экстраординарный певец всех времен, по моему мнению. В составе этой группы из исключительных певцов. И я хотел бы все-таки объяснить, что здесь было в музыкальном плане. Хочу немного поговорить о технике. Что же здесь было в конце? Димаш взял просто триумфальную ноту. Давайте посмотрим. Это была нота Фа-5. И каждый из участников выступления выдал свою гармонию. Там был баритон или драматический тенор, легкий тенор, лирический тенор. В общем, я уже сам не понимаю, что несу. Потому что это было необычайно хорошо. Давайте послушаем это. Во-первых, это прозвучало так ведичественно. Ведь это же песня о славной победе. Обожаю слияние этих голосов в унисон. И тут Димаш введет эту ноту. Нота Фа-5. А другой певец поет баритоном. А тут, возможно, лирический тенор. А здесь это лирический или легкий тенор. И тут Димаш до сих пор тянет эту ноту Фа-5. Я к тому, что он это самое впечатляющее в этом финальном четырехголосовом созвучии. Потому что он его начинает. Потом все еще звучит. Еще и придает какое-то новое звучание. Все это слишком. Это уже чересчур. Это слишком. Хотя правильно будет не слишком. Димаш это Божий дар всему человечеству, чтобы бросить вызов нашему воображению, пределам наших возможностей. Он это дар Божий всему человечеству. Кто-то писал под одной из моих первых реакций на Димаша, что он является достоянием всего человечества. И это не было преувеличением. Ни капельки преувеличения. Даже если я скажу, что он это достояние всей нашей галактики. Потому что этот парень делает то, что никто никогда не делал. Я действительно впечатлен всем, что только что происходило. Меня зовут Тиан Гарсия. Подписываемся на Facebook. Подписываемся на... В общем, у меня все. Увидимся в следующем видео. В конце Тиан сказал слово Димасиадо. Я как-то это уже объяснял. В других видео Тиана Димасиадо переводится с испанского как слишком или через чур. Так вот, он это слово теперь называет Димашиадо. Ну, так он намекает на то, что Димаш всегда поет слишком хорошо. Всем спасибо за внимание. Я буду работать над новыми реакциями. С вас, как всегда, рекомендации и активность. Сейчас, когда на канале удалились так много видео, то, соответственно, алгоритмы Ютуба перестали работать для моего канала. И просмотры по-любому сейчас будут падать вниз. Но я надеюсь, что с вашей поддержкой мы опять поднимемся на свой уровень и даже выше. Всех обнял. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok